Привет всем! И сегодняшнее мое видео посвящается о коже вокруг глаз. Чем я пользуюсь и что я использую. Ну, первое, что я вам хочу рассказать, это дневной крем. На сегодняшний день я использую Морикей. Вот такой крем там, Вась. Чем он мне нравится? Он мне нравится, что вот здесь вот такой ролик. И когда у вас глаза вот утром встаете или чуть-чуть припухший, отекли, отек, или вот круги под глазами, вы устали, никак проснуться не можете. Мне нравится, что не нужно лежать там в холодильник, в морозилку, доставать там лед и быстрее мазать все лицо, чтобы проснуться, там убрать круги под глазами или что-то. Вы берете вот этот крем и вот этим роликом, он, кстати, утром очень холодный. Такое ощущение холодное. И вы наносите под глаза, убираете синяки, припухлости, плюс тут крем. Ну, вы потом пальчиками так его распределяете. Вот этим он мне нравится, что очень быстро утром привели свои глаза, кожу вокруг глаз в порядок и все хорошо. Использую я на сегодняшний день Морикей, потому что я люблю менять крема. Я не люблю останавливаться на одном. И даже если я нахожу какой-то супер-пупер крем, я все равно стараюсь его заменить попозже чем-то другим. Ну, потом я, конечно, могу возраститься опять же к нему, но, как вы знаете, уже кожа привыкает к одному и тому же. Потом этот крем уже у вас не будет работать. И поэтому его периодически нужно менять. На сегодняшний день у меня Морикей, пока он мне нравится. Это вот мой дневной уход. Ночной уход я недавно купила себе вот такой вот от Dior. Вот такой от Dior. Увлажняет, питает. Специально искала такой крем. Предотвращает первые морщинки, убирает первые морщинки. Очень мне нравится этот крем. К нему шла вот такая палочка. Хорошая такая, чтобы брать крем оттуда. Вот такой вот тюбик. Такой красивенький. Так открывается крышечка. Тут вот еще. Вот такой гелевый. Мне нравится, что он вот такой гелевый. Не как вот мы покупаем зимой. Он такой прям насыщенный, такой очень жирный крем. Нет, этот гелевый в то же время он такой немножко плотненький. Не знаю, как вы увидите. Тут нет. Пахнет он не супер пахнет. Чем-то таким нежным. Кому-то понравится, кому нет. Мне нравится, как он пахнет. Достаточно приятно. Немножко кажется, что синтетика какой-то. Но мне нравится. Я не супер придирчива к запахам. Пахнет приятно и пахнет приятно. Мне нравится. Не раздражает меня. Успокаивает он глазки вечером. Так смягчает кожу. Мне нравится. Увлажняет. И надеюсь, что он действует. Не скажу, что я использую только Диор или Шанели, Ланком. Нет. Я использую различные крема. Но если есть возможность купить как дорогой, то, конечно, я покупаю дорогой. И тем более я люблю экспериментировать с различными кремами. И у нас часто бывают такие огромные распродажи в магазинах. Допустим, как сейчас, что Диор можно купить в полцены. И это не значит, что он старый. А значит, что пришла к ним новая коллекция. Они быстрее распродают старую. Так что в магазинах у нас сейчас бумы. Все покупают Диор. Еще там нет. И Ланком там вообще можно за 125 рублей сейчас купить. Но там тени, я имею в виду. Крема там сейчас тоже. А Диор именно распродажа очень большая. Но, естественно, что мы купим. Мейбеллен или Диор. Естественно, мы купим Диор. Или Лореаль или Диор. Естественно, все купят Диор. Так что я смотрю, у многих блогеров есть такие комментарии, что вот, вы там покупаете там Диор Шанель, а мы, бедные студентки, там не можем себе купить. Ну, мы тоже когда-то были бедными студентками. Не могли себе купить. Ну, а если есть у людей возможность, почему бы не попробовать какие-то косметики? Не нужно писать там такие ужасные комментарии насчет Диор Шанель. Я думаю, если у вас будет возможность купить Диор Шанель, естественно же, вы купите. Ну, ладно, отклонились от темы. В общем, про этот ночной крем. Он мне очень понравился. У кого есть возможность, обязательно купите, попробуйте. Весна-лето прекрасный крем на ночь, именно на ночь. Вот, пишут, что жестен здесь помогает усилить циркуляцию воды в самом сердце клеток за счет восстановления аквапаринах, необходимых для кожи каналов увлажнения. Потом тут присутствует цинцелос, способствует выработке коллагена в сердце эпидермиса. Также черная роза помогает усилить естественные защитные механизмы кожи для защиты от негативных внешних воздействий. В общем, он увлажняет и, как вы видели, усиливает циркуляцию воды. И, в общем, это первая увлажняющая линия средств от Dior, насыщенных антивозрастной сывороткой, чтобы активно замедлить появление перновых признаков старения. Он замедляет первые признаки старения. Это не там уже все там с кожей когда. Он замедляет и убирает там первые мелкие морщины. Так что не бойтесь, используйте. Хороший, я считаю, крем не супер антивозрастной. Я считаю, что многим он, да практически всем подойдет лето, весна прекрасная, не супер жирная. Вот это мой дневной ночной. Еще недавно я купила вот такой дневной от Клиник. Почему я его купила? Потому что здесь SPF 20. Днем для меня важно, чтобы вокруг глаз и был обязательно SPF, так как, вы сами знаете, солнце нам делает больше морщин, пигментные пятна и все такое. Важно очень наносить SPF. Вот в такой коробочке, он как бы двойной был. Вот такой крем. Но он был, конечно, без скидки я его купила. Но считаю, на лето стоит потратить деньги, чтобы купить для себя хорошую защиту вокруг глаз. Так как вы знаете, что вокруг глаз очень быстро вот эта наша тонкая кожа быстро приходит в не очень хорошее состояние. Тем более, что мы красимся, постоянно затрагиваем вот эту линию, вот эту кожу и, в общем, быстро появляются морщины. Потом, когда, что зимой, что летом, вот эти вот масла я заказывала на сайте Mineralamania. 100% Pura Olivia Squaline Oil и 100% Pura Organic Organ Oil. Эти масла чем хороши? Что зимой, что летом. Если вы там хотели куда-то идти на какой-то праздник и тыкали в себя там сильно, вбивали в себя какой-то макияж кисточками, у вас потом появились раздражения вокруг глаз, очень хорошо успокаивает. Если вы потом нанесете это вокруг глаз, когда, естественно, вы пришли с праздника, смыли в себя, нанесли и успокоили. Вот у меня такое бывает частенько, когда торопишься быстрее, быстрее, травмируете свою кожу. Успокаивает зимой. Чем это хороши эти масла? Тем, что если вот снег, ветер вам в лицо, кожа потом красная или мороз и раздражение на коже, тоже эти крема очень хорошо используют для лица. У меня жирная и комбинированная кожа, но я не скажу, что эти масла, они очень жирные. Они такие, видать, концентрированные. Они, конечно, придают жирность, но не совсем. Они не очень жирные, как вот мы из бутылки масла оливком бы намазались и вообще бы все бы засияли. Нет, эти чуть-чуть другие. Конечно, когда у комбинированной жирной, она будет жирнить, но на ночь я считаю, что это нормально. Следующий. У меня вот такая вот от Тарифлей. Гель. Я ухаживаю вечером, обязательно ношу это на бровки и реснички. Такой гель ухаживающий. Но я считаю, что вот именно для меня он помогает. Я им пользуюсь уже не первый раз. Мне он нравится. Вот его хватает мне примерно на год. Я знаю, что есть и в Лореале такие же ухаживающие штуки. И в Гош, и в Диор, и... Ой... Ардеко тоже есть. Но пока я пользуюсь Арифлейм, так как я люблю разные, говорю вам, экспериментирую. Пока мне нравится Арифлейм, я использую. Присмотритесь. Я считаю, что стоит ухаживать за бровями и за ресничками, так как постоянно тушь мы наносим и все равно мы травмбируем свои же реснички. Следующее. Использую такую двойную фазу от Лореаль. Все ее знают. Но использую только тогда, когда иду в бассейн, или купаться, и наношу только устойчивую тушь. Я считаю, что лучше всего, по крайней мере для меня, смывать все равно глазки, если вы пользуетесь нормальной тушью, не водоустойчивой. Ой, извиняюсь, что трясется камера. Вот. Я считаю, что лучше смывать все мылом. Я считаю, что это больше смывать. Но, естественно, если остаются там разводы какие-то, я все равно беру эту двухфазную Лореаль и протираю глазки, чтобы уж точно все смылось. Вот и люблю я так вот мылом смывать. Я считаю, что тогда кожа чистая. А потом можно, конечно, протирать, чем хочешь. Но это чисто мое мнение. Потом также я использую такие две масочки. Одна масочка от Clarence. Вот такая. Используюсь один-два раза в неделю, 5-10 минут. Чем она хороша? Тем, что она кремовая. Так, не знаю. Сейчас попробую выдавить. Она кремовая. Вот. Просто как крем. Очень нежный. Такой немножко гелевой. Вы накладываете потолще. Чуть-чуть слоем. Ну, не совсем толстая. Вот 30 мл. Ее хватает на очень долго. Ну, мне на год, по крайней мере. Вот. Накладываете и ходите. Занимаетесь своими делами. Там такие очень маски удобные, у кого дети некогда полежать, расслабиться. Ну, и с ними также можно и полежать, расслабиться. Но для таких деловых, у которых женщин, у которых там куча детей, на работу бежать, времени нет полежать. Вот это такие вот мне нравятся маски. Потом еще одна маска. Я также купила деклера. Деклер. Прекрасные запахи тут. Вот. Тоже он такой же кремовый. Только единственное, он чуть-чуть пожирнее. Так как в деклеры добавляются масла, и он немножко пожирнее. Да, запахи приятные. Тоже 30 миллилитров. 5-10 минут. Один-два раза в неделю вот такой крем. Единственное, что деклеры по первянке мне как-то пощипывало. Вот, особенно внизу. Не знаю, с чем это связано. Опять извиняюсь, что трясется камера. Вот. И он мне пощипывал. Не знаю, это раздражение или так должно быть. Вот, буду пробовать еще. Надеюсь, что это все-таки так должно быть, что это никакое не раздражение. Но не было у меня покраснений после него. Ничего. Просто такое ощущение пощипывания. Не пойму. Вот. Ну, не скажу, что делают чудеса. Но я считаю, что раз не появилось новых, морщины уже радуют. И... Ну, считаю, что хоть какой-то уход вокруг глаз. Я тоже использую, конечно, иногда вот эти вот спонжики, которые пропитаны маслами, всякими кремами, чем-то там, то они не пропитаны. Просто у меня не хватает времени полежать. Если ляжешь уже и думаешь, ой, там надо чайник включить, это поставить, это убрать, там уже не расслабишься. Но если, конечно, в ванной, то, конечно, да, я там делаю какие-то еще маски, накладываю на глаза и расслабляюсь. Но сейчас для меня пока вот эти маски, и потом они мне нравятся. Их можно, в принципе, делать всегда с утра или там вечером, и потом протер глазки и спать. Вот такой мой был уход за кожей вокруг глаз. Надеюсь, вам понравилось, вы что-то подчеркнули для себя, что-то вам было интересно. И вот мне дали вот такие еще пробники, ну, духов. Мисс Диор. Мне очень понравилось. Кто любит такие сладенькие запахи, сладенько-резенькие такие запахи. В общем, здесь верхняя нота мандарин, средняя жасмин и нижняя пачули. Я считаю, что прекрасный запах. Вот такая тут будет в полном объеме. Я думаю, что я ее куплю. Я уже попробовала в пробнике, мне очень понравилось. Держится долго. Запах великолепный. Вот на весну прям прекрасно. Вчера целый день ходила, благо, ухала этим запахом. Мне так понравилось, что не знаю, почему я раньше не обращала на него внимания. Далее еще вот такой запах Ванитос. Он такой томно-свежий. Да, томно-свежий запах такой. Даже как-то вот пудровый немножко. Попробуйте. Обязательно вам надо нанести на свою кожу и походить с ним, чтобы вы поняли, ваш этот запах или нет. Лайм, Фризи, Тиаре, Тонкобен, Цедарвуд. Вот такой вот флакон. Тоже присмотритесь. Хороший запах. Но я думаю, вы уже его знаете. Но духи, конечно, надо обязательно попробовать на руку. Не на какие-то там, не на бумажечки, которые нам суют все время. Обязательно нанесите куда-нибудь, походите, попробуйте. Потому что иногда бывает на бумажечке. Вот какой прекрасный запах. Купишь, надушишься на себя и тебя тошнит целый день. Вот такое было у меня сегодня видео. Спасибо всем за внимание. И до новых встреч.